Вот теперь уж мы точно выезжаем из Далга в Пилсе, частный сектор, частные домики. Как выезжать, так и выезжать. Да. Пока смотрю по сторонам, телефон поворачивается. Вот она, железная дорога. Да, кстати, в Далга в Пилсе еще была, раньше начали делать, чем Рижскую линию, в 1860-м Санкт-Петербург-Варшава через Далга в Пилсе шла. Вот так. А мы эту чайку снова будем проезжать, да? Да, с левой стороны. Хорошо. Хочу помахать ей крылом своим. Конец города знак. Да, здесь сосен поменьше. Такие какие-то разлапистые сосны, даже если есть не струйные, как кипарисы. Такие, как на Курзомском побережье. Корабельные сосенки. Вижу, чайка, да. Конец Далга в Пилсе. Чайка. Белокрылая чайка. Двумя руками держась. Все равно как-то телефон качается. До свидания. До свидания, чайка. Так вот. Мы покинули второй по величине город в Латвии. Да, Угав Пилс. Хороший город. В центре очень хорошо. Там от вокзала идет пешеходная улочка. И храм там на этой улочке. Ригас, да, улица Ригас. А там, когда доходишь до храма, да, до этого костюма, и налево поворачиваешь. Помнишь, какая кофеюшка была вкусная? Да. Да. Воспоминания, конечно, у нас о Далга в Пилсе остались. Все, ребята, мы в обратный путь едем. Пока. До следующего ролика. Следующий день я копился. Да. Вот такой храм. Возле дороги. Какому приходу он принадлежит? Ну, присти просто. Ну, вижу, что кресты просто. Вот такой вот храм. Издалека видел. С той стороны ехали, когда... Это мы уже на обратном пути. Трясет немножко. Прошли, прочли там надпись, что это римско-католический храм. Ликсна. Населенный пункт Ликсна. Вот. Здесь две полосы, видишь, да, туда и сюда. Но раньше, в советское время, это была бетонка. Военные выстроили эту дорогу. Были... Для того, чтобы можно было бы самолетом садиться и прилетать. Ну, вот. Это запасной, как говорится, запасная посадочная полоса для самолетов. Военных самолетов. Храм бетнеется вдали. Белый. Белый-то белый, да. Трясет, трясет дорога. Мы подъезжаем к Ярсике. И здесь находится храм преображения Господня. Походный храм. Когда-то он был выстроен... Где он? Что-то не вижу. В Одессе для моряков Черноморского флота. Затем он перебрался в Даугавпилс. Там губернатор высмотрел этого. Походная церковь. Она вся из железа. Из железа и чугуна. Разборная. Походный храм православный. И потом уже помещица местная выкупила его в Даугавпилсе. Перевезли сюда. Вот он. Классный. Вот такой. Как кукольный домик. Красивый. Весь из металла. И уже в 30-каком-то году прошлого века был освещен. И после Первой мировой войны он, конечно, был разрушен. Никакого не восстанавливали. Потом начали. Во время Второй войны не пострадал. Но после войны его обкрадывали. Все унесли изнутри. А сейчас он действует. Вот. Относится... Даугава слева видна. Относится к Даугавпилской епархии. Вот такой вот классный храм православный. С такой славной историей. Разборный походный храм. Вот мы снова возвращаемся через Ливаны. Солнце у нас теперь сзади. Так. Возвращаемся мы обратно через Ливаны. Вот здесь на углу красное здание из красного кирпича. Мне понравилось, когда мы сюда ехали. Направо поворот будет на Прейли. 36 километров Прейли. Если сюда повернуть, можно ехать на Прейли. До Агда. Доехать до Агланы. А Аглана там находится базилика. Аглана – центр католицизма в Латвии. Самый крупный центр. Папа посещал эту базилику. И там 14 или 15 августа, не помню, но во всяком случае в середине августа, служба идёт со всех концов Латвии. Народ, кто пешком, кто на машинах, вот, идут, чтобы помолиться. Вот Дубна речка. Мы её проезжали, когда ехали. Да, мы её проезжаем сейчас. Вот такая речка. Река. Дубна. Следующий пункт – какие арки сделаны, цветочные, красивые, пеларгония. Следующий пункт у нас – Екат Белс. Едем дальше. Мы вновь уезжаем в Екат Белс. Здесь ремонтируют дорогу, поэтому, посветав, пропускаем. Сперва одну сторону, потом другую. Слева – Далгова и мост, который соединил два города – Екат Белс и Круспелс. Мы по нему поедем на ту часть Савос, который и был Екат Белсом. Мы проезжали в объезд, а сейчас мы уедем в город. Сиреней много. В 1962 году, в прошлом веке, объединились два города. Каштал цветет. Частные домовики. Здесь опять облачность. Да, не так жарко. По кольцу, там центр впереди, а мы поедем на мост. Далгова. И там на берегу выложено Екат Белс. Впереди храмы стоят, купола православные. Да, не так жарко. Да, а тут островки. А мы здесь с тобой были. А мы здесь с тобой были. Там прививку сдавали. Да, а сейчас не туда? Нет. Ясно. Ясно, не туда надо. Угу. Аут-Оста, автобусный вокзал. Вот такой он городок. Видите, как у нас здесь парк. И везде рекламируют. Выбирайте нас. Мы создадим вам лучшую жизнь. Выбирать выбирают, а жизнь не создают получше. Ну, там впереди храм католический. Проехали. Там канал какой-то в парке. Детская площадка. Отдыхаю. Храм. Во всей красе. Вот мы возвращаемся опять мимо этого храма. Это мы в Якопилсе. Сейчас будем проезжать через мост обратно. А в 1670 году владелец этих мест возле Слободы. Вот там на Даугове порт был, где перегружались суда. И на подводах километров 50 везде вниз по течению. И там снова выгрузили на судно. Так вот, владелец издал грамоту по просьбе, как сейчас говорят трудящихся, ну, по просьбе Люда местного. А грамота указывала, что полноправными жителями этого городка, названного, кстати, в честь него Якобштадтом, в честь этого давшего права города, герцога. Права города, статус города присвоили. И могут быть только русские жителями этого городка. И в основном жителями были старообрядцы, которые бежали от притеснений, от Никоновской реформы. Вот. И я уже говорила, что есть предположение, что именно в Якобштадте в 1683 году Селия и Риме здесь. В 1683 году родилась Марта Скавромская, первая русская императрица Екатерина первая. Вот. И сейчас будем через мост переезжать в Круспилс. Два города объединились. Мост построили в 1962. Не знаю, может он так и называется, общий уже Екатеринск. Но железнодорожная станция, как была Круспилс на той стране, Так она и есть Круспилс. Вот. Такая наугова в этих местах. Мы наверх будем подниматься? А, налево. Рига 147, если сюда ехать. Но нам еще нужно в один магазин заехать, поэтому мы свернули сюда. Рассадой торгуют томаты, цветы. Везде игровые Джокер. Везде игровые автоматы. Еще рядом тоже Феникс. Тоже Плайм и Тауэр. Вот она, Максима наша. Ясно. Вот такой левый берег. Берег Екатеринск. Берег Екатеринск. Берег до уголы. В тенечке здесь хорошо. Пока Юра погружает машину, я спустилась к речке. До окры. До окры. И вот он мост, соединивший Екатеринск и Круспилс. Где-то сирена. А вот так отсюда смотрится при нормальном масштабе и надпись Екатеринск на берегу. Здесь такой клен разлапистый. Старый-старый клен. Вот такой он. Всю панораму показала, я копился. Текут воды даугавы вниз к риге. Облака отражаются в воде. Здания отражаются. И там, вдалеке, с правой стороны, храм. Православный храм. С тремя маковками. Вот такой вот храм. И отражается в воде он. господи, прости помилуй нас грешных. Из красного кирпича. Красивое здание. Пожарче. Да. Это, видимо, центр, потому что дома старые. Из красного кирпича. Это еще прошлый век. Начало прошлого века. Даже начало. Вот они какие. Домики. Частные домики. Красотища. Какой домик. И каждый дом не похож на другой. Все эти кирпичные кладки красиво декорированы. Да, жарко. Я подходила к реке. Там приятнее. Вот он и хороший. Здесь, видимо, что-то было. Или упрал. Или что-то там никому не видно. Вот, наверное, бывший дом культуры. Почему бывший? Так сейчас написано. Это тоже культуры с нами. Городок зеленый. А здесь немного. Вот какая стена идет. Замок. Да. Замок. Так мы его не увидели. Вот. Впереди. Смотрите, какая прелесть. Такая прелесть. Такая прелесть.